25 команд изо всех уголков России встретились на станкозаводе в выходные, чтобы выполнить задания жюри и выиграть средства на развитие бизнеса. В Самаре прошел первый хакатон по развитию креативных индустрий «Креатив на Волге». Это командные соревнования, в котором нужно за короткое время разработать решение бизнес-кейса или другой комплексной задачи. В хакатоне принимали участие 25 команд, которые работали по пяти направлениям или трекам – туризм, концепт, технологии, комьюнити и образование. Подать заявку мог любой желающий старше 18 лет. Мероприятие проходило при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара. Сувенирная продукция – это концепт придумания сувенирного магазина, сувенирки. Это туризм, то есть привлечение туристов в город и в область, в том числе за счет креативных кластеров. Это комьюнити, то есть это когда ребята собираются и что-то двигают в ту или иную креативное направление. Это IT, то есть разработка каких-то приложений, стартапов, направлений в IT-индустрии и образование, потому что большой спрос на креативное образование. Много тех людей, кто уже закончил учиться, хотят учиться креативу. Я ужасно переживаю, волнуюсь, но это лишь от того, что жду я реализации, во-первых, задач, идей, которые приносят сюда команды, над которыми они будут думать. Реализации наших задумок, потому что мы достаточно давно вынашивали эту идею, и вот она воплощается, мурашки по коже, и хочется, чтобы это действительно получилось. И мне бы хотелось отдельно, чтобы эксперты, которых мы привезли со всей страны, они ощутили вот этот волжский вайп, эту атмосферу заряженных, креативных, творческих людей. Оценивали команды эксперты федерального уровня. Они подбирались так, чтобы по каждому треку получился результат, и они смогли направить участников в нужное русло. У участников была возможность задавать вопросы, обкатывать свои идеи и получать информацию, которую сложно получить в обычной жизни. По словам членов жюри, главная задача кейсов, которые должны разработать участники, чтобы они окупались. Я удивлюсь, на самом деле, если ребята успеют за два дня создать какую-то рабочую концепцию, которую можно будет использовать в собранном виде. И удивить может качество проработки, потому что в этом треке очень важны исследования, во-первых. Нужно опрашивать аудиторию, нужно общаться с потенциальными потребителями этого приложения или сайта. Знаете, мне кажется, вообще сообщество – это та самая сила, которая позволяет перезапускать как пространство, так и в целом города. Мы часто недооцениваем вот эту силу, которая есть у сообществ. Это часто разрозненные люди, но когда они соединяются, объединяются общей идеей, а на самом деле цель Хакатона – как раз найти вот эти точки притяжения людей друг к другу, чтобы они давали какой-то хороший креативный продукт. Это и про экономику, это и про социальные эффекты, и это в целом про город. Действительно, в образовании найти какую-то инновацию сейчас достаточно сложно. Ее достаточно сложно найти и для профессионалов, и тем более для ребят, которые в эту индустрию только входят. Поэтому это самый главный вопрос, и лично у меня прям ответа на него нет. Я надеюсь, что нам его дадут участники этого Хакатона. Я лично буду смотреть на ситуативность и на понимание контекста текущего. Ну, а потом, конечно, креатив, а нестандартные подходы. Потому что, ну, как бы, туризм довольно, там, понятно, старая отрасль, и, в общем-то, уже все приемы давно известны, а вот что-то новое придумать – это очень интересно. Удивить, если они хотя бы сделают, понятно, очень простой продукт, потому что в туризме этого очень не хватает. То есть люди создают продукты, которые по инерции создавались, с какими-то там, допустим, незаслуженным конкурентным преимуществом. Природа красивая. Мы создаем там продукт. А в реальности, то есть, да, чтобы новый продукт создать, в туризме достаточно много времени, много ресурсов нужно, да, для того, чтобы его проверить, чтобы он работал эффективно. Эксперт ТРК-образования Эрик Бурыгин уверен, Хакатон – отличная возможность для жителей небольших городов заявить о себе и получить поддержку профессионалов. Рассказывает, родился и вырос в деревне, но всегда мечтал покорить большой город. У нас много страхов. Обычно же история, нам говорят, а у тебя не получится, да кто ты такой, да сиди там. Ну, вот я родился в деревне, в Карелии, там, в лесу, туда прям, ну, чтобы попасть на поезде и вышел пять километров через лес. И все говорили, вот, что тебе, на железке иди, работай. Сергей и Иван на Хакатон приехали из Таганрога. Будущие айтишники уверены, удастся вырвать победу из рук конкурентов. Будет зависеть от кейса, посмотрим, какое задание нам дадут. У нас есть идеи, есть технологические способности. Мы будем стараться сделать все максимально круто и креативно. Присоединиться к работе Хакатона можно было и в качестве посетителя. Для свободных слушателей в программе были предусмотрены интерактивы во дворе станкозавода, открытые лектории и различные дискуссионные площадки. Итоги подвели в воскресенье. В треке «Туризм» самым ярким стал проект команды «Нед Шейпер», в котором объединились опыт и молодость. Разработали сервис, который объединяет в себе множество возможностей, как для самих туристов, так и для тех, кто встречает гостей. В одном приложении креативные сообщества смогут анонсировать свою деятельность, а их зрители составлять маршруты для проведения культурного досуга. Потому что нам он очень интересен, так и потребитель. И у нас есть технические навыки, знания для того, чтобы суметь это сделать. Потому что команда подобралась, с одной стороны, с точки зрения туристического продукта, как основа, а с другой стороны, технологическая команда, которая может сделать продукты технологические. Еще одна команда, чей проект скоро будет реализован в городе, это коллектив «Пряник», победивший в направлении концепт. Их идея – создание сувенирного магазина нового формата, который через переосмысление жизни Алексея Толстого сможет поведать туристам о волжском гедонизме и позволит им забрать домой по-настоящему уникальный подарок на память. Мы болеем за хорошую сувенирную продукцию, и, в общем-то, это мотивировало прийти на Хакатон. Нам очень хочется создать что-то действительно интересное, уникальное, чтобы привлекать внимание и уведет покупателя от обычных магнитиков. В треке «Образование» победила команда «Поехали вместе» с идеей практических тренингов для молодых предпринимателей по поиску партнеров. В треке «Технологии» деньги на разработку приложения для упрощения взаимодействия гостей, владельцев и резидентов творческих кластеров получат команда эти лапки. А в направлении комьюнити лучшим стали руками не трогать замечания и не делать, которые хотят в одном месте объединить творческих и креативных людей. Мы хотим, конечно, чтобы в первую очередь эти ребята, те идеи, которые они сегодня продвигают для собственного развития, для развития, может быть, в будущем своего бизнеса, оставались здесь и работали на благо региона и на благо этих ребят, создавая необычные креативные какие-то форматы. Правительство региона внимание окажет не только победителям Хакатона. Одни проекты будут рекомендованы к реализации, а некоторым командам помогут улучшить и доработать свои идеи. Такие возможности были предусмотрены и на самом Хакатоне. Эксперты, читающие лекции, делились опытом создания своих сообществ, творческих кластеров и фестивалей, объединяющих единомышленников. Все очень здорово организовано. Мне очень понравились ребята, которые это делают, подход. Те эксперты, которых подобрали, люди, которые приходят слушать. То есть не только ребята, участвующие в Хакатоне, но и обычные горожане. Их было много. И даже люди, у которых не было запроса на какие-то темы, очень внимательно слушали о том, что сейчас происходит в этой индустрии. И это очень здорово. Я, честно говоря, такого теплого, душевного, отзывчивого приема вообще нигде не встречала. Завершился Хакатон на крыше станка завода в лучах волжского заката. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова